Говорит и показывает радио свободы от программы лицом к событию здравствуйте уважаемые зрители и слушатели владимир путин президент российской федерации боится шаманов по крайней мере тех шаманов которые идут непосредственно кремль и непосредственно его изгонять печальная судьба шамана габышева всем нам известны об этом говорит мы знаем что человек всего лишь за то что хотел из кремля изгнать путина сидит сейчас сумасшедшем доме колет его известными препаратами известными советским диссидентом пытается сделать из него человека который никогда больше не пойдет никого изгонять с другой стороны есть другой человек который наоборот говорит что владимир путин любит шаманов но не вот таких шаманов неприятных как габышев а своих шаманов которые пророчат ему всякое хорошее и вот этот человек который рассказывает нам про обряды владимира путина с этими позитивными шаманами он сейчас очень здорово пострадал за что пострадал будем обсуждать сегодня сначала посмотрим сюжет об этом страдании вчера утром дома у бывшего профессора мгимо и политолога валерия соловья прошел обыск следователи изъяли все компьютеры ноутбуки планшеты и телефоны принадлежащие политологу его супруге и их сыну среди них и действующий телефон соловья который не был защищен паролем теперь у следователей есть полный доступ к устройству также валерий соловей лишился загранпаспорта а с его супруги была взята подписка о неразглашении после обыска длившегося семь часов политолога и его сына доставили в отдел полиции критик российской власти проходят свидетелем по делу о возбуждении ненависти 16 февраля телеканал арти сообщил что причиной задержания могли стать публикации в телеграм-канале генерал свр издание пишет что соловей делал публикации о сотрудниках российских органов власти администрирование телеграм-канала осуществляется с территории украины жителям харькова виктором ермолаевым с ним политолог проводил стримы сейчас очень важно какой будет ответ какой будет ответ путина он сам себя загнал в угол когда этими ультиматумами пытался выбить запад из колеи а получилось так что его послали теперь он теряет лицо теряет лицо в своем окружении хватит ли у него решимости и понимание четко что без без каких-то действий он фактически обнуляет себя в российской власти фактически обнуляет вот его просто просто надо понимать что в скором времени не будет благодаря его окружению еще раз повторю также обыск прошел у племянника соловья федора который работает редактором канала матч тв обыск длился 6 часов в это время дома была его девушка забрали все компы телефоны и носители включая дискеты 30-летней давности и книги на украинском языке отметил федор соловей активистка эльвира вихарева сообщала что к ней тоже приходили неизвестные но не застали дома накануне она провела с валерием соловьем прямой эфир вечером 16 февраля после допроса политолога отпустили из следственного комитета дело по которому соловей проходит свидетелем возбудили еще осенью прошлого года по пункту в части 2 статьи 282 ук действия направленные на возбуждение ненависти и вражды совершенные публично в том числе в интернете организованной группы безусловно мобилизации надо сопротивляться безусловно надо выступать категорически против каких-то военных действий потому что всем понятно что если военные действия произойдут они будут спровоцированы российским руководством адвокат валерия соловья алексей добрынин прокомментировал изданию сотов вчерашние обыски у политолога мы знаем что обыск прошел по уголовному делу по статье 282 ук рф это позволило следователю провести обыску свидетеля потому что они считают что у него может находиться какая-то информация позволяющая расследовать это преступление валерия попросили проехать на допрос задали вопросы он на них мирно ответил дело насколько мы понимаем сейчас возбуждено в отношении неустановленных лиц нам сейчас сложно сказать есть ли риски о переводе валерия и статуса свидетеля в статус подозреваемого мы будем разбираться вот мы тоже будем разбираться перед тем как задать вопросы нашим гостям а с нами сегодня аналитик семён новопрудский семён здравствуйте и с нами сегодня политик максим шевченко максим здравствуйте ну отлично вас видно спасибо и мы я должна сказать тут одна вещь перед тем как передать вам слово семён шаманские штуки мы тоже потом покажем но сейчас пока об этом о самом факте преследования уже политолога по неким очень нехорошим неприятным статьям две добавлю два нюанса в последнем эфире своем в своем последнем эфире на радиах москвы он говорил о том что во первых ему запрещен въезд в украину во первых начнем с этого и во вторых он говорил о том что вернее отвечая на вопрос отвечая на вопрос эховских работников а вас вообще почему восемь лет вы говорите вы там изгоняете путина из кремля вместе с шаманом габышев но не так не говорили на гали вы восемь лет оппонируете власти почему вас не трогают почему вас они не сажают и вот пожалуйста он на этот вопрос ответил так что ну да и почему вы не убегаете чтобы вас не посадили будет москву люблю но вот он долюбился москву в москве где вчера все это произошло семён как вы думаете пока перед тем как мы будем показывать еще какие-то вещи которые он говорил которые возможно были причины вы вот по первому взгляду на ситуацию думаете это почему потому что он не просто критикует власть но он делает прогнозы о судьбе первого лица естественно это на мой взгляд категорически раздражает первое лицо тем более что в российской власти нам ну как бы сказать есть некоторый такой культ вечности и бессмертия первого лица но политического бессмертия это конечно упала на контекст в котором мы видим как два бессмертных казалось бы и вечных правителя на наших глазах перестают таковыми быть один уже перестал на султан назарбаев и второй вот перестает это гурбан гулы берду мухаммедов которые правда передают власть сыну и если пойдет так как пойдет мы можем много интересного узнать из того что происходит туркменистане и нам возможно гурбан гулы берду мухаммедов покажется не тираном а милым человеком на фоне своего сына который по тому что о нем знают гораздо более жестокий человек и там идет внутри клановые в том числе внутри семи как я понимаю некоторые вражда там такие некоторые уже совсем северокорейские расклады естественно что то как что говорит уважаемый валерий дмитриевич она страшно лично раздражает вот личное раздражение мне кажется всегда является катализатором таких дел макси маванка кажется вы же тоже слушайте что он говорит почему его как они говорят на их 8 лет терпели все эти прогнозы и истории которые он рассказывает и вдруг терпение лопнуло почему ну я так детально не слежу за творчеством валерий дмитриевич и просто он достаточно вольно и даже фривольно порой обсуждает не только первое лицо я думаю что как раз президенту на все на это наплевать путин по большому счету но самых разных лиц из его окружения и я так полагаю что вот те кого он обсуждает как бы решили ему ответить валерий соловей неоднократно говорил что у него какие-то невероятные связи в кругах мирового масонства и в каком-то высшем генералитете спецслужб там россии он употреблял даже словом и говоря ты мне некого такого круга посвященных которым он имеет отношения посмотрим может быть на самом деле это задержание в свидетели это ответ на тот вопрос который ему задали вот вас и не задерживали хотя вы очень жестко и активно критикуете тут как раз где-то сказали а давайте-ка задержим правда что это мы тут не дорабатываем может быть и такой вариант возможен я исключительно я только единственно отказываюсь считать соловья каким-то радикальным оппозиционером он является на мой взгляд человеком который является просто частью системы вот еще важная вещь до его задерживали уже до этого то есть были случаи про за организацию митингов там незаконных акций в петербурге то есть все-таки случаи его соприкосновения с российские прохождение были были но 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 крайне нет но это совершенно не было связано совершенно очевидно было связано с какой-то уличная вот вот точно также можно сказать что и леонида госмана задерживали все в этом ходил тогда на улице из политиков из политологов действительно задерживали этому все подвергались я все-таки хотела бы остановиться на тех его высказанных последних он вдруг так стал ну массировано говорить об этом оккультизме в высших эшелонах власти вот давайте все-таки это послушаем в последние годы политолог профессор соловей концентрировался на физическом состоянии президента россии и также часто говорил об оккультизме высших эшелонах власти с обострением конфликта на границе россии и украины эта тема вернулась выступления профессора 1 февраля профессор провел стрим журналистом эхо москвы александром плющевым в нем они заговорили о склонности государственных деятелей к оккультизму сказать чтобы не быть голословным вот владимир владимирович время от времени летает шойгу в сибирь они участвуют шаманских обрядов шаманизм это не оккультизм в полном смысле слова безусловно нет но вы понимаете что типологически эти вещи связаны спустя 10 дней валерий соловей стал гостем утреннего разворота на эхе москвы где он рассказал о некоем ритуале с жертвоприношением который планирует провести путин вот воскресенье был проведен для ваш шамян шаманский обряд как раз в бочаровом ручье и шаманы им пообещали что вы станете лучше всех правителей мира да да какой шаманский обряд расскажите ну зачем на оборот самое интересное какой шаманский обряд вот вы удивительные люди если вы в это не верите это не означает что это не верит президент россии его окружение 15 февраля в своем последнем на данный момент стриме профессор соловей раскрыл подробности этого ритуала принесли жертву орла шаманы сказали сожгли потом орлан и кровью помазали может в этих случаях обычное лицо кровью нужно выпить талику крови сожгли орла сказали что явился гигантский орел в этом дыму это вот как а в гуру в античном риме сказали что этот орел значит в дыму он предвещает победу тебе над всеми царями мира нам удалось связаться с руководителем международной школы магии шаманом шангома владимиром орловым он истолковал рассказы профессора соловья про жертвоприношения орел это как бы частный случай речь идет о магии татем то есть каждая организация каждый человек он имеет свой тотем что это такое обычно это животное ну птица там может быть даже растение которое наиболее мог близко целые страны государства также имеют свой тотем значит есть разрушить тотем человека или там любого объекта страны то вы нанесете вред этому объекту то есть человеку стране и тогда поэтому есть ли тотемом является орел и если его сжечь при этом определенным образом жить вы нанесете большой вред самому объекту вот манипуляция с кровью совершенно верно значит это во первых она кровью оживляют к темы значит а то есть делают их как бы живыми наполняют жизнью и если сначала намазали значит тотем кровью значит его как бы связали с самим объектом а потом сожгли то есть уничтожили то есть вот получается так вообще надо сказать что эти как бы вот оба ритуала они взаимоисключающие значит кровью мажут для того чтобы усилить действия объекта значит а сжигает но сами понимаете для того чтобы уничтожить этот объект вот понимаете тут какое дело уважаемые коллеги валерий соловей он же ходит в серьезные эфиры серьезных радиостанций его слушают миллионы людей его большая аудитория и он говорит что владимир путин и товарищи занимаются вот сжиганием этих орлов я кстати не очень поняла это вообще-то это орел хотя может быть надеюсь что они не жгут двухглавых потому что тогда судьба российской федерации под большим вопросом как вы относитесь семён к такого рода утверждение вот вам человек рассказывает ну нам вот сейчас шаман объяснил что за ритуал профессор соловей говорит что этот ритуал был и вот ровно в таких деталях и вот с такими людьми и в таких географических точках как к этому относиться это можно относиться до мой взгляд только как рассказу человека который про это рассказал никаких доказательств у нас этого нету конечно мы это не знаем вот единственное что мы более или менее знаем например из того что был в человеческой истории ну конечно просто надо было спросить кого-нибудь вроде мир или одесса самого знаменитого исследователь шаманов в истории человечества но его же давно нет с нами вот и он тем не менее доказал что даже шаманы смертны так вот очень часто бывает что действительно правители мы это знаем из истории в разные эпохи особенно в ситуации когда ну страна прямо скажем их или они сами приближаются к некоторому с финалу своей карьеры прибегают к услугам таких значит людей ну от там канонических версий типа григория распутина до моего например личного мемуара мне свое время рассказывали люди что у прежнего уже покойного президента узбекистана был просто практически в составе администрации экстрасенс который давал им подписывать указы значит когда у него хорошее настроение значит это экстрасенса было в частности не столько управлять настроением сколько уловить настроение но склонность я не удивлюсь например тому что что-то похожее может быть потому что понятно что вообще многие люди суеверны люди которые так или иначе все-таки имеют образование связанные с конспирологии да ну понятно что в общем главные роли в российской власти являются играют так или иначе люди связанные с кгб а кгб это организация которая так или иначе ну строго говоря конспирологию по крайней мере которые очень близко кстати говоря вот к такого рода мистики к шаманству и к оккультизму по мировосприятию близко потому что это мировосприятие которое в значительной степени фантазийное а не реалистическое очень неудивая не удивился такое возможно но доказательств этого конечно никаких не спасибо симеон и максим хотелось бы ваше мнение вот вы его так особенно вы говорите не слушайте но вот вы услышали что это линия она гнется давно а сейчас особенно ее много в его выступлениях вы считаете что в этом что то есть какое-то зерно что действительно прибегают к помощи высших сил власти российской федерации ну я не считаю что это только власти российской федерации только в момент кризиса момент своего расцвета рональд рейган не отпускал руки пастора били грэма замечательного проповедника который баптист и в общем его проповеди там и толкования они достаточно известны в христианском мире американские президенты участвовали в педересиатнических богослужениях и которые со стороны могут показаться многим кто не посвящен в религиозные таинства родениями прямо скажем когда люди говорят на языках я неоднократно это видел будучи религиоведом я не думаю что секретных оккультных обрядах стало бы известно какому-то профессору понимаете вряд ли но давайте себе представим допустим где-то проводится какой-то закрытый обряд допустим в том же самом бочаровом ручье жира переносит орла вряд ли это проводится в присутствии я не знаю там толпы вельмож придворных наверняка там присутствует фсо который сидит по кустам и какие-то узко и узкий круг посвященных вопрос откуда соловью становится об этом и известно если это рассказали сотрудники фсо сидящий по кустам то мало им не покажется если это рассказали участники мистерии тогда что это за мистерия что же касается вот как я сказал рейган прибегает к традиционным для америки прибегал значит такой религиозной активности нэнси рейган его жена как известно об обращалась к культистам в том числе масонские церемонии открыты в вашингтоне это не конспирологии просто у вас напротив капитолия стоит огромный масонский храм где эти церемонии просто это постоянно туда ходят представители американские но они же там крови без крови там обходится без масонов нет крови естественно это масонская масонской но это вполне оккультная мистерия там или в американских университетах я ничего не знаю про британские но про американские я знаю точно что эти студенческие сообщества черепа даже целый фильм снят проект но я знаю просто в реальности мне рассказывали люди которые там заканчивали что это вполне оккультные мистерии тоже там с клятвами вот как пьера безухова приглашали там в масоны помните череп отрекаешься ли ты от света от тьмы присягаешь ли ты свету и так далее поэтому собственно говоря ничего такого необычного нет почему же путин допустим российская власть прибегает к услугам шаманов я думаю тут очевидно рационально есть объяснение точно также они ищут опору в борьбе совсем внешним миром в том что они полагают и небезосновательно возможно подлинными истоками российской государственности а российская государственность наследует отнюдь не западным каким-то традициям а империя чингисхана империя чингисхана была устроена верховными шаманами которые все время благословили чингисхана на это царствование и вполне как говорится благодаря верховным шаманам чингисхан и вот это всадники завоевали весь мир ну благодаря организации армии тоже там воли монголов и достаточно прогрессивным по тем временам законом которым был свод там из значит ясачи мисхана но так или иначе мы же видим что министр обороны это у нас потомок монголов просто прямой поскольку значит тувинцы это наверное максимально близкие этнически к тем воинам чингисхана которые когда завоевали мир народ на территории россии поэтому естественно что они часто бывают в хакасии в тв и вполне как бы я не исключаю что сергей кожугетч это его полу это его полное право скан так верят в те мистерии которые помогли его народу тувинцам сохранится на протяжении тысячелетий буквально и не раствориться среди других народов достаточно мощных поэтому я не исключаю что их что к этим мистериям вполне они относятся к евразийским традиционным мистериям которые отличаются от китайских от западноевропейских от ислам суверенные мистерии до духовный скрип вполне евразийской суверенной мистерии в стиле того что описал лев николаевич гумилёв и тут не надо над этим как бы смеяться и хихикать это вполне традиционная религия народов очень серьезно а может быть даже сам шойгу днем министра вечером шаман кто его знает может чтобы не платить что воин может быть шаман я не думаю я думаю что он не шаман я знаю что есть в теле верховные шаманы и одна из версий содержания габаршева что он шаман другой традиции из якутских шаманов а не из тувинских происходит нам кажется что это все сказки имеющие отношение к средневековью но на самом деле мир элитный мир и запада в том числе полон оккультизм слушайте если далай-лама там сидит и молится и благословляет и к нему приходят люди первые люди голливуда и говорят там ричард гир допустим я буддист вы же не думаете что это просто психотехники это на самом деле люди открыто искренне исповедуют топовые фигуры современного мира вполне оккультные или вполне религиозные мистические практики спасибо чем и мы бы мы правда вот мы уже поняли что даже если ни один источник ему об этом не сказал соловью а это ему спустилась на эти как он это видит вот эти обряды то оба вас уже два человека который вполне серьезно к этому относятся и не исключают два моих собеседника что такое вполне возможно есть еще какие-то и очень много людей вы слушаете думают что вполне возможно есть еще какие-то вещи которые он говорит но какие-то более уже приземленные ну например одну я могу сама прокомментировать вы этого точно не знаете давайте послушаем что он в том же эфире эхо сказал про рэпера и гора крида здесь чуть-чуть иная логика ну понятно что на репрессивная лидеры общественного мнения значит сперва они взялись за политиков значит кого-то посадили кого-то выдавили потом взялись за журналистов объявлены иностранными агентами половина из них уже покинула российскую федерацию остались лидеры общественного мнения это рэперы и блогеры крит вчера по моему покинул российскую федерацию егор крит да он он покинул вчера российскую федерацию это по уже четвертый рэпер да как покинувший российскую вот значит а они считаются не смутьянами потенциальными лидерами смутьяна потому что у них большая аудитория эта аудитория на них сориентирована якобы они могут ее призвать ну вот смотрите вот что я хочу рассказать от себя вот в эту пятницу вечером будет начнутся слепые прослушивания шоу голос на первом канале в жюри вы там увидите и гора крита да они были записаны заранее но он приедет работать дальше с этими молодыми людьми из объединенных арабских эмиратов где он благополучно и публично получал какой-то вид на жительство фотографировался в этих национальных одеждах выкладывал все это в свой инстаграм политика там просто не ночевала ни на одну минуту если бы она там как-то ночевал я думаю что первый канал задумался бы не вырезать ли ему четвертого члена жюри за этой четверки он его не вырежет вы увидите что он будет участвовать и он вернется и продолжит свою деятельность на государственном телевидении то есть в данном случае валерий сайт он просто говорит вот он просто так думает и говорит но он это говорит как свершившийся факт вот человек по политике уехал а теперь мы послушаем то что я хотела бы чтобы вы прокомментировали о том как владимир путин с точки зрения валерия соловья съездил в китай если после поездки в китай он был в ярость и в депрессии одновременно он крайне зону носить дзиньпина который вы лично оскорбил визит оказался крайне неуспешным оскорбительным лично для путина унизительным лично для путина и кстати один из мотивов по которым ему хотелось бы начать войну чтобы испортить в том числе это пекинскую олимпиаду показать что он не марионетка китайский не младший партнер а самостоятельный крутой пацан вот пожалуйста его оскорбили в китае он вернулся униженным оскорбленным и решил отомстить за счет украины пекину испортить или это что вообще то вот что вы думаете семена об этом ну вообще говоря а та коллизия которая сейчас как выглядит как 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 месть украине за китай началась вообще говоря как минимум с осени 2021 года вот правда тогда уже было известно что президент россии поедет в китай вот мне кажется не соответствует действительность что в данном случае уж точно украина не месть за китай в более того я совершенно уверен что как раз именно в том числе из-за олимпиады не начнется никакая горячая фаза войны до ее закрытия то есть до 20 февраля на мой взгляд можно в этом смысле не тоже быть спокойно спокойно быть нельзя по ситуации очень печально со всех точек зрения и главное выглядит значительной степени тупиковой правда ее можно разрешать переговорами которые могут длиться хоть десятилетиями ради бога если бы была возможность вот ну конечно понятно что я думаю что есть доля правда лишь в том что большинство поступков российского президента основана на его личных эмоциональных реакциях он безусловно человек который свои обиды боли и какие-то значит ну скажем так внутренние переживания трансформируют в поступки то есть это важный мотив его поступков но я совершенно уверен что визит в китай точно не является не основой тех событий которые разворачиваются вокруг украины не тем более катализатором этих событий то есть этот визит точно фундаментально на это на мой взгляд не влияет максим а вот вас хотела бы тоже спросить об этом постулайте валерий соловья вот мы видели и читали и даже целый эфир посвящали соглашению которая бесконечного размера которые они между собой подписали и вдруг оказывается что его там оскорбили и до такой степени что вот он возвращается и чуть ли не войну в пику уже тогда причем весь украина можно с любым начать войну лишь бы отомстить за олимпиаду китая может быть вы что-то больше знаете чем мы по этому поводу а если он знает что его оскорбили то действительно все время возникает вопрос откуда он знает что его там прям вот унизили по самое не могу ну все мы собственно говоря анализируем и домысливым естественно как это принято в этом мире где те кто знают об этом молчат те кто не знают те могут в принципе логически поставив себя на место другого человека или как-то продумав ситуацию описать я считаю что владимиру путина в китае не только не оскорбили а что это было максимальное уважение которые к нему проявлено то что то что он сидел один на трибуне я не такой знаток китайской этики и как бы китайских церемоний у нас есть великолепная школа китаистов в нашей стране люди которые занимаются китаем не одно десятилетие но мне кажется что это наоборот огромное уважение вы выделили из числа всех гостей которые толпами там сидели меморандум который подписали си цзиньпинь и путин это меморандум конечно исключительного скажем так союза выходящего как там сказано за рамки границ а конфронтация с украиной китая безусловно супер выгодно потому что во первых она отвлекает внимание от той эскалации который последние два года как минимум нагнеталась в южно китайском море где находится американско-австралийская эскадра там доходило дело до практически боестолкновение с китайцами во вторых в случае конфликта с украиной войны прямо скажем так китайцы могут легко решить вопрос тайваня потому что запад вряд ли адекватно отреагирует на возникновение я не говорю что это будет сто процентов но такая возможность есть в любом случае безусловно украинский конфликт разрывает связи россии западной европой чего западная европа очень не хочет и отдает российские ресурсы в руки китая как и все ресурсы средней азии поэтому я думаю что война с украиной конфронтация западом это безусловно тяжелый выбор который делает владимир путин я не думаю что он об этом мечтал по крайней мы еще помним как в тринадцатом году до украинских событий вместе с госпожой канцлером ангелой меркель путин выступая говорил что европа будет от французского бреста до владивостока до охотского моря и тогда нам казалось что вот наконец-то кончается конфронтация мир открыт сейчас прямо шенген будет у всех каждой деревне но нет оказалось не так в четырнадцатом году случилось то что случилось и дальше мир пошел по пути конфронтации поэтому китайцы ждут пока плод созреет и россия связи которые западом будут полностью разорваны как бы станет просто стратегическим партнером союзником и современным источником китая и это к сожалению факт поэтому естественно путин был принят как важнейший союзник как на как глава страны который имеет с китаем самую огромную протяженную границу на этой границе с российской стороны практически нет вооруженных сил с китайской стороны около российской границы находится например позиционный район где базируются китайские стратегические ракеты с ядерными боеголовками нацеленные на сша это говорит о высоком уровне доверия со стороны китайской народной республике к россии и о том что они понимают что им угроза от россии никакой не идет пока у власти поэтому поэтому все силы да говорят с дальнего востока восточный округ на украинские армии то не такая большая на самом деле у россии и в общем и в целом мы видим голосование допустим как россия и китай совместно голосовали значит не так давно в союте безопасности когда пыталась у нас уже уговорили что у россии с китаем все хорошо откуда им берется вот это его там унизили да волшебно а откуда это берется вот его там унизили опять человек серьезный же человек но солидного вида вот садится к его там унизили поставили на коле почему откуда это вы знаете валер дмитрий соловей я его очень люблю хорошо знаю у меня я с ним познакомился в свое время в клубе красная площадь который вел философ александр неклеса там очень сильно с ним поругались тогда валер дмитрий работал по подряде на подряде у администрации президента и создавал русский нацизм он был автором книги кровь и почта кровь и почва русской судьбы что-то в этом роде по моему тогда белковский ремезов сидели на значит дмитровке и как бы там при кураторстве никита иванова такой был сотрудник администрации президента создавали крайне правое нациалистическое движение и валер дмитрий тогда стал выступать с тем что кровь славянская да или там какая-то еще должна быть основой нашего национального возрождения и мы туда пришли вместе с гидаром джемалем на этот заседание клуба и я как бы искал ну вы что бредите что ли какая кровь и мы тогда с ним поругались но потом очень мило много раз общались поэтому он человек безусловно с властью имевший в прошлом достаточно тесное отношение работала на фонде горбачева был советником горбачева до этого он работал в цикла по моему в советское время кпсс и в общем это человек который очень искушен в элитных раскладах и великолепно знает и понимает власть когда если с ним беседовать и не как со смешным таким шутником то он рассказывает очень глубокие и очень интересные вещи о российской власти и у мировой власти я вот с ним делал интервью на моем youtube канале это было осенью по 20-го года и честно говоря это был один из самых глубоких интересных разговоров мы там не касались вот этой всей этой ерунды и передо мной предстал умный точный ясный и в своих политических оценках интеллектуал а если конечно с соловьем как бы как бы разговаривать в шутку то он и начинает в хохмить мне кажется вот такая проблема это проблема дискурса а не самого слове это я поняла но я по поводу насчет хохмить и здоровья владимира путина у меня не создается такого впечатления он много много лет уже совсем не хохмит на эту тему давайте мы не думаю что условия есть что у соловья есть подтвержденные данные из медицинской карты владимиру путина более того я уверен что здоровье владимиру путина это тайна государственная тайна который входит наверное в число трех тайных там наверное код для ядерных ракет чтобы они взлетели второе это какой-нибудь код для супер секретной телефонной связи а третий наверное это здоровье владимиру так возникает вопрос почему человек который так близок вроде бы близок как-то к власти где-то возле нее почему он ее все время хоронит давайте послушаем предсказания профессора валерия соловьей с года в год вселяют надежду в сердца оппозиционно настроенных россиян еще в 2012 году он начал предсказывать скорый крах путинской власти в 2014 году он пророчил что ее конец придет в течение пяти лет в 2016 году давая интервью радио свободы валерий соловей высказал предположение что путин не пойдет участвовать в выборах далее цитата валерия соловья что касается того что не владимир владимирович путин пойдет на выборы есть некоторые основания я не могу к сожалению их раскрывать по которым он возможно не пойдет на выборы есть серьезная причина она высокой степени правдоподобна но я не знаю насколько она достоверна абсолютно точно мы пока этого не знаем 2017 году давая интервью дмитрию быкову профессор поделился мнением что путин на выборы все-таки пойдет но его уже готовится сменить преемник как когда-то он сам сменил ельцина цитируя валерия соловья я думаю что это даже не последний срок владимира путина а транзит он изберется и уйдет по ельцинскому сценарию через два-три года после победы путина на выборах 2018 году валерий соловей стал говорить что этот срок с 18 по 24 год будет для путина последним у меня нет сомнений в том что этот срок путина будет последним и что главное содержание этого срока с его точки зрения с точки зрения президента должно составить приготовление условий для транзита власти в декабре 2019 года валерий соловей сократил срок путина у власти путин уйдет в 2020 году вполне возможно что на руководство союзным государством а на посту президента его заменит медведев в другом интервью также данным в декабре 2019 года он все же немного расширил эту вилку далее цитирую валерия соловья мы можем заключить с вами паре что уже 2020 год будет роковым и в исторической перспективе заканчивающейся 2019 со всеми его пертурбациями назовут последним спокойным годом россии а уже в 2021 максимум 2022 году ни путина ни путинской системы не будет в июне в интервью радио свободы валерий словей срок правления путина закончил 2021 годом но уже в сентябре 2020 года в интервью дмитрию гордону срок был опять сдвинут на 2022 преемником на этот раз был назван михаил мишустин ну вот семён сначала с вас начну обращу вам то что сказал максим что этот человек возможно где-то вот каких-то он крутится там кругах и не безразлична эта власть к нему в хорошем смысле слова что он как бы вроде свой для кого-то но почему откуда у него он много лет кстати расстраивает аудиторию который не очень любит владимира путина он расстраивает ее своими без конца не сбывающимися прогнозами его не его не обожают такие люди вы считаете вот это все зачем вот зачем ему вот это вот в двадцать втором году теперь уже мы должны понимать он из какого-то там двадцатого года говорит что опять путина не будет 22 ну зачем ему он знает только сам но вы же видите что вот мы про это вообще коррелируется с тем что мы про это разговариваем с ним про это беседует это вызывает просмотр конечно люди чем более что это же прогноз который как стрелки настоящих часах на один раз в жизни он сбудется вот приблизительно к любому человеку любой заголовок путин скоро ну вот опять же да что такое скоро иногда конечно называть какие-то более-менее конкретные сроки но чаще всего эти сроки не называются а понятие скоро до когда-нибудь это случится другое дело другое дело что в принципе вот собственно говоря это показатель той степени дикости в которой существует россия это то что здоровье вождя абсолютная тайна потому что в нормальной стране здоровье вождя это не то что не тайна а это залог того что он просто официально имеет возможность исполнять свои свои обязанности то есть мы знаем страны где не сообщали даже о кончине людей которые были у власти значит не сообщали задним числом по разным причинам но вот тайна врачебная тайна на самом деле другое дело что мы наблюдаем сейчас другую проблему да там когда мы говорим про там то что произошло там с пандемией там да это что вмешательство в частную жизнь человека и диагноз напоказ и попытка вообще гипердиагностики но в целом здоровье вождя это не личная проблема вождя потому что в любой стране в ядерной державе конечно страна должна знать в каком реально физическом здоровье находится человек вот и понятно что если там рукопожатие крепкая нам кто-то говорит как это было при борис николаевич который был в этом смысле но более открытый человек гораздо да если там нам нынешний пресс-секретарь президента говорит ну да у него хорошая физическая форма мы не знаем какая у него физическая форма мы не знаем в каком он состоянии ну например есть внешние признаки которые говорят о том что действительно есть какие-то основания по крайней мере так вопрос ставить сейчас какие-то признаки внезапное совершенно не имеющие никаких политических буквальных причин именно политических обнуления президентских сроков в 2020 году внезапные не имеющие никаких внешних причин нынешняя эскалация конфликта западом возгонка ситуации действительно на грань мировой войны теперь выражение мировая война все так или иначе употреблять почему вот так или иначе употребляют и в россии тоже да то есть военный ответ то есть если допустим советский союз готов был там воевать с кем угодно но всегда вел официально риторику миролюбивую да мы мирные люди мы за мир во всем мире сейчас мирная риторика явно не является языком на котором разговаривает российского вот почему это обострение то есть ощущение одна из версий такого обострения почему бы ее не выдвигать что президент россии более или менее рационально оценивает свои перспективы может быть физиологически может быть поэтому то есть он может быть поэтому пытается так или иначе финализировать свое место в истории в частности то есть понятно что вот такие но мы все но это все домысл потому что мы ничего не знаем действительно у нас состояние здоровья президента абсолютная тайна единственные медицинские или около медицинские вещи которые мы слышим да эта история с его вакцинации которые у меня например вызывают очень большие сомнения потому что там ничего ни с чем не билось в россии например про его первую прививку рассказывали про то что он в одни сроки в одни сроки вакцинировался он сам на пресс-конференции назвал совершенно другие сроки этой первой вакцинации но в целом это действительно почему это почва для домыслов потому что мы не знаем правду на того что вы говорите валерий соловей является единственным носителем хоть какой-то информации о здоровье владимир путин поэтому к нему столько внимания это хайповая тема про которую никогда невозможно узнать правду легально и проверить максим а вы не считаете что есть тут какое-то противоречие что вы уже несколько два раза за во время нашего эфира сказали что он где-то им свой а почему он тогда эту власть вот так нехорошо с ней поступает все закопать пытается кто он сказал что это нехорошо это называется мистификация реальной ситуации он как бы надо так надувает такой фантастический мыльный пузырь тут мы обсуждали нереальные мотивы украинской войны обострение запада того что было в китае обсуждали какую-то хрень извините не знаю там каменная мочевую болезнь там или шаманизм или какие-то еще вещи это нас на самом деле вполне как бы в духе оперативной работы спецслужб по созданию некой информационной завесы вы обсуждаете нереальная политическую ситуацию не допустим не цены на там на газ или не строительство в западной европе терминалов жиженного газа в хорватии в греции то что польша из норвегии доводит там свой трубопровод и откажется от российского газа скоро и все такое прочее что буквально выкинет россию из европейского и западного газового рынка не это вы обсуждаете вы не обсуждаете разные другие вещи а вы обсуждаете мы мы все вместе обсуждаем веселые и в принципе экстравагантно очаровательные какие-то сюжет которые бросают максим вы продолжите но я хочу вам сказать что поймите пожалуйста что мы с вами и вы и я и семён мы постоянно серьезно обсуждаем все о чем вы говорите но сегодня этого человека про которого вы говорите что там он смешной я не думаю что он такой уж смешной что он шутит его вдруг решили закатать вы понимаете что мы почему вот вообще весь этот эфир что даже за таким человек который из пальца высасывает который просто лепит вот я возьму даже такое слово потреблю который придумывает может быть на основе глубокого анализа вы говорите что глубокий человек но за ним вчера пришли за этим человеком вот что мы обсуждаем почему даже за таким человеком пришли об этом же речь еще и близким кому-то еще и удобным своими прогнозами как вы говорите потому что эти прогнозы отвлекают людей от нам от мыслей о реальной жизни почему за ним пришли в таком случае во первых его за ним пришли чтобы сделать свидетелем они обвиняем о неприфлицированного обвиняемого во вторых нет максим столько неприятностей конфисковали имущество в компьютеры к сыну ворвались к племяннику который работает на матче вы это вынесли у него всю технику это как это не во вторых тех кто пришли послать могли те кто противостоит тем с кем работает валерий дмитриевич мы знаем что в той феодальной структуре которую превращена власть российской федерации ведет ведется достаточно жесткая и ожесточенная борьба между разными группами феодалов которые контролируют разные сегменты российской экономики политики и так далее сергей шнуров там извините поливает беглова в достаточно во все более более бездарных клипах раз за разом понимаете тоже перестало быть смешным даже другие там что-то мы видим что высших эшелонах власти происходит какая-то война словить безусловно фигура крайне заметная он безусловно фигура и он сам об этом говорил это я не там подозреваю то он сам говорю что он там и имеют доступ не просто доступа там типа чуть ли не чьи гоняет с какими-то прямо очень важными людьми каких-то страшных погонах понимаете может быть другие люди из соседнего отдела в таких же погонах которые терпеть не могут тех с кем чьи гоняет валерий дмитриевич решили им как бы вот насолить я например до сих пор считаю что арест кирилла серебрянникова это было не про кирилла серебрянникова а про суркова потому что кирилл серебрянников ставил пьесу по книге суркова около нуля и чтоб показать суркова что вот мы твоих друзей будем сейчас прессовать типа и ты ничего не можешь сделать чтобы защитить поэтому присо нули руководитель google-центра кирилла серебрянников вот поэтому многие такие вещи происходят потому что там наверху друг друга не трогают. Но старая поговорка «бояре дерутся, у холопов чубы трещат», да, чубы трещат, она, мне кажется, неотменяема. А так как я слышал из уст около кремлевских технологов высокого уровня, вот Олега Матвеевича, очень глубокий человек. Ой, ну Максим, ну только не смешите, не говорите при мне это слово, ну перестаньте. Ну, слушайте, можно я догорю? Нахрена нам горит демократия? Мы тут строим кастовое общество, у нас есть кшатрии, брахманы, вайши, шудры там и так далее. Вот как они думают на самом деле, Лен, поэтому все возможно в стране чудес. Нет, я-то нет, не против того, что он сказал, но он сказал про Матвеевича. Ладно, не будем обсуждать, человека здесь нет и, надеюсь, не будет. Итак, смотрим, что говорили прохожие, которым мы задавали вопрос, боится ли реально Владимир Путин шаманов, но, конечно, имеются в виду не свои шаманы, с которыми орлами, которые вот разделывают орлов, а которые шаманы ходят на Кремль. Смотрим, что ответили прохожие. Боится ли Владимир Путин шаманов и предсказателей? Надо бы, чтобы боялся. Да потому, что это не президент у нас. Его своя охрана даже близко не видит. Ну, как, кто это может знать? Боится? Любой человек что-то боится. Ну, судя по тому, что происходит, конечно, боится. Я так думаю. Ну, может быть, это фейковые новости, знаете. Ой, ну там, бог его знает, чем там занимаются люди. Возможно. Я имею в виду вообще все эти оккультные явления, влияния и так далее. Ну, наверное, любой человек боится. Думаю, не очень. Я не думаю, что ему это свойственно. Все-таки он по его жизни он не должен большого значения придавать этому. Да вы что? Предсказателей каких-то? Я вообще в это не верю. Ну... А он тем более. Не знаю почему, но интуиция у меня такая. Меня не волнует, а уж его-то тем более. Вы что? Он очень уверенный человек, поэтому я считаю, что ничего ему не страшно. Даже не знаю. Скорее всего, нет. Да, а зачем ему бояться? Во что верить сначала? Я думаю, что он не верит в все это. Думаю, нет. Я не очень верю в шаманов. Я думаю, наш президент немного другого боится. Того, что когда-то все-таки придется, наверное, в какой-то момент уже подойти. И после этого в стране может начаться. Если он уйдет, то за ним придут. Ну да, я забыла, что мы в этот вопрос включили еще и слово предсказателей, потому что ведь предсказателем мы считаем здесь Валерия Соловья, поэтому Габышев и Габышев и Соловей здесь на одной доске. И вот результаты нашего твиттера. Мы предлагали четыре варианта ответов на этот вопрос. Боится ли Путин, шаманов и предсказателей? Боится 20%, не знает о них 28%, знает, но не боится 49%, боится, но не всех 3%. Итак, Семен, что вы скажете о результатах этого опроса? Ничего не скажу с точки зрения того, что я сам ответ на этот вопрос надо попытаться узнать про этого президента, но кажется вообще весь наш разговор, что со времен песни о Вещи и Малеге в общем не сильно все изменилось, потому что в реальности конечно миром по-прежнему правят страх и суеверие. Кстати говоря, сам этот разговор наш, то, что делает профессор Соловей в этой своей ипостаси, то, как на это реагируют власти, то, что идут разговоры про обряды, то, что так или иначе оккультизм свойственен режимам самым разным, да, и политическим элитам разных стран, с разным уровнем демократии, с разным уровнем культуры, говорит о том, что то, что мы называем технологическим прогрессом, гаджеты, цифровые технологии, вокруг которых тоже масса конспирологии сразу возникает, а люди-то в общем все те же, то есть на самом деле люди независимо от своих постов, а может быть находясь на таких постах еще сильнее, склонны к страху естественно, склонны к суевериям, склонны пытаться узнать свою судьбу, или как-то отвести от себя какую-то угрозу, то есть на самом деле мы видим, что все люди значительно, что в общем, это человеческое, то есть как ни парадоксально, но если мы получим когда-нибудь, там может быть уже после того, как это все закончится, какие-нибудь мемуары кого-нибудь, кто напишет, что там, что происходило при дворе, и вдруг такое напишет, да, что там были какие-то оккультные обряды, в этом не будет ничего удивительного, потому что мы просто видим, что это тоже люди, которым в общем свойственны страхи и суеверия, такие же, какие были свойственны в том числе правителям и 500, и 1000 лет назад, и в этом смысле никакого более современного человека видимо пока нету вообще в целом как существа, и наш российский президент, учитывая вообще то, что опять же мистика и оккультизм, а он еще ко всему прочему действительно, видимо, в какой-то степени мнит себя все-таки царем, то есть он хочет быть некоторым наследником великих правителей и сам себя хочет оставить в истории как великий правитель, это тоже, грубо говоря, часть линии поведения великих правителей в его сознании. Но все-таки не пустой вопрос мы задавали прохожим ровно из того, что вы говорили в самом начале, что не исключено, вот, например, Максим считает, что там, возможно, борьба кланов и он стал слепым или не слепым оружием, а вот вы говорите о том, что не исключено, что это его прогнозы тоже сказались неприятные на его судьбе. Думаю, что тоже, да, но война кланов это совершенно очевидная вещь. Более того, люди, которые внимательно следят за резонансными уголовными делами и кто их ведет, они прямо говорят, что части российских силовиков друг с другом разговаривают на языке уголовных дел. Это просто язык общения разных частей групп влияния в российской власти друг с другом. Хорошо, тогда в заключении разговора я попрошу Максима Шевченко дать прогноз по поводу судьбы самого Валерия Соловья. Рассосется или не рассосется? Или будет плохо? Мне кажется, Валерий Дмитриевич, с уверенностью и оптимизмом и даже интересом следить за перипетиями судьбы, через которые ему приходится проходить. Если я в чем уверен, так это в том, что это человек, который видел крушение нескольких империй, начиная с советской, и который не боится таких испытаний, а наоборот они его развлекают. В этом я уверен на 100%, поскольку я уверен в интеллекте, силе воли и самоиронии профессора Соловья. Я хотел бы в завершение еще сказать про мистицизм власти. Я не считаю, что это пережитки прошлого. Вы не задавались вопросом, что все главы государств прутся к Папе Римскому? Казалось бы, кто такой Папа Римский? У него там швейцарские гвардейцы и микроватикан, понимаете? Но все прямо к нему и атеисты, и не атеисты идут и получают у него благословение. А чем Папа Римский по-большому отличается от сибирского шамана? Тем, что он сидит в центре Рима, а сибирский шаман сидит в Хакасской или в Тувинской тайге, что ли? А по сути, это люди одного и того же корня и статуса, который зависит от нашего признания этого статуса. Если признают статус Папы Римского, то почему не признать статус некого шамана, который будет Папой Евразии? Максим, не будет кощунством, если я скажу, что Папа Римский просто лучше раскручен, чем якутский шаман? Абсолютно так и есть в западной парадигме. Поэтому я уверен, что раскрутка, что поиск российскими гитами, традиционных корней российской государственности, которые уходят в евразийское политическое наследие Чингисхана, неизбежно приводит их к оккультным практикам Евразии, в центре которых тангарианство и шаманизм. Мы на этом закончим. До свидания.